Здравствуйте! Это итоги недели Садикат Магомедова. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях уходящей недели. Десятки лекций, различные тренинги и экскурсия по древним городам республики. В Дагестане завершился шестидневный межрелигиозный форум. Показ первого дагестанского триллера «Система 05» и итоги кинофестиваля «Мой Дагестан», чем порадовали молодые кинематографисты республики зрителей сегодня в выпуске. Дагестанских призеров Сурдоолимпийских игр, проходящих в Турции, встретили с почестями Махачкалинскому аэропорту. Завершился республиканский межрелигиозный форум. На протяжении шести дней более двухсот участников, представляющих три мировые религии – ислам, иудаизм и православие – прошли образовательную программу, выступили в спортивных турнирах и посетили исторические достопримечательности республики. Обо всем поподробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. База отдыха «Солнечный берег», что в Карабадахкинском районе, вблизи Каспийского моря, в очередной раз принимают у себя участников и гостей республиканского межрелигиозного форума. На торжественные открытия съехались представители власти и духовенства республики. Почетные гости обращаются к ребятам с напутственной речью. Сегодня хочу всем пожелать хорошего настроения, взаимопонимания, успехов в работе и получения определенных налогов. Россия – это многонациональная страна разных конфессий, разных национальностей. Люди живут в этой стране. Мы должны привить в сердцах нашей молодежи к любой конфессии, уважении и доброе отношение. Уверен, что вне зависимости от того, какой национальности человек или вероисповедания, у них найдутся общие темы для обсуждения и общие интересы. Далее со сцены звучат нашиды, песнопения и стихи в исполнении представителей всех традиционных конфессий. В конце организаторы желают участникам форума полезного и приятного отдыха. За семь дней пребывания на форуме молодые ребята пройдут насыщенную образовательную программу, встретятся с представителями власти и знаменитыми спортсменами. Мы хотим привезти сюда молодежь, чтобы они научились дружить между собой, понимать, для чего мы обращаем этот свет и жить в мире и согласии со всем дагестанским народом. Мы можем здесь отдохнуть, отлечься от своих проблем, рабочих и так далее, и так далее. И очень такую хорошую пользу получить от этого форума, в том плане, что здесь очень интересные образовательные программы, такие интересные встречи, в которых в других форумах, на других площадках, здесь встречаешь людей, которых ты не встречаешь на других площадках и так далее. Для участников организуют поездки в Дербент и Ахульго. В древнейшем городе России они постят крепость на рынке Аллах, историческую соборную мечеть, церковь, синагогу и другие культовые здания различных конфессий. На горе Ахульго ребята осмотрят мемориальный комплекс и ознакомятся с историей имама Шамиля. Познакомиться со всеми, узнать что-то новое о их религии, разумеется, что-то рассказать, что-то свое, рассказать о своей религии, что-то интересное. И, конечно же, знакомства новые – это всегда хорошо, и отдыхнуть. В рамках форума для участников устроят соревнования по футболу, волейболу и стрельбе из лука. На форуме созданы все условия для комфортного проведения времени. После образовательной программы ребята играют в спортивные игры, беседуют с друг другом и купаются в бассейне. На неделе в Махачкале прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Дагестана. В честь народного праздника на главной площади столицы развернули майданы. Всего было развернуто около 30 подворий. Каждый район представил зрителям благообразие своей культуры. Побывал на праздновании и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Сегодня Дагестан отмечает свой главный национальный праздник – День Конституции. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, проходят на главной площади столицы. С раннего утра здесь развернулись национальные майданы, где гостям представили страницы истории и современности народов, живущих в республике. Каждый район здесь представил многообразие своей культуры. Представители районов, переодевшись в народные костюмы, встречали гостей национальными блюдами, фруктами, напитками и танцами. В этот день каждый житель Гой столицы мог посмотреть мастер-классы по изготовлению деревянных ложек, кувшинов и других изделий. Перед каждой из площадок, оформленных коврами местных, мастерист выступали самодеятельные и профессиональные коллективы районов. На разосланных прямо на земле коврах дагестанские женщины занимались домашними делами, которыми в наши дни практически уже никто не занимается. Кто-то качал масло в кувшине, кто-то чесал шерсть и крутил нитки, ну а кто-то вязал теплые джурабы. А это уже смягчение шерсти. Она собирает нитку, а я вяжу журабки. А что потом из этой шерсти делаем? Вот нитку. Потом ее красим, варим. Для махачкалинцев выступали юные канатоходцы и танцевальные ансамбли Республиканского дома народного творчества. Здесь же была организована выставка изделий народных мастеров. Представлены ювелирные изделия кубочинцев, изделия болхарской керамики, образцы кайтакской вышивки. Аунцукульские мастера продемонстрировали произведения декоративно-прикладного искусства. У каждого мастера была мастерская дома. Они делали, кто делал тростик, кто делал тарелку, кто делал вазы. Потом они скотину выгоняли в горы и съели поля. Пока поля зайдут, они уже выезжали из-за предела Дагестана. Уже на фантазию наносится орнамент и уже по одной ниточке забивает в дерево. Потом ее красится бордовой морилкой и семь слоем лака. А сколько времени уходит? На эту вазу может уйти где-то полтора месяца. Глава республики Рамазан Абдулатипов вместе с другими официальными лицами обошел представительство всех народов республики. В ходе осмотра они пообщались с ремесленниками, участниками художественной самодеятельности и простыми жителями районов республики. Затем Рамазан Абдулатипов наградил отличившихся дагестанцев. Вручение государственных наград главой региона прошло в Доме дружбы. Наградами были отмечены дагестанцы, ярко и достойно проявившие себя в самых разных сферах – образовании, культуре, спорте и медицине. Выступая перед собравшимися, глава республики подчеркнул, что после развала Советского Союза в республике произошли большие изменения. Дагестан выдержал эти годы множество испытаний, сохранив единство республики. Конституция защищала дагестанцу от многих потрясений 90-х годов. Сегодня дагестанское общество живет по законам. Сегодня нет незаконного преследования людей. Сегодня никому не посылается разного рода посланий. Если вечер денег не будет, мы тебе что-нибудь оторвем. И так далее. Празднование завершилось концертом, который прошел вечером на центральной площади города. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим новостям. Красная ковровая дорожка, свет софитов и оглашение списка лучших кинокартин. В Махачкале прошла национальная премия «Мой Дагестан». Лучшие короткометражки успешно прошли оценку членов комиссии и предстали на суд зрителей. Какая кинокартина стала лучше, смотрите в сюжете Умы Ибрагимовой. Дворнику не простят неочищенный участок только потому, что так красиво лежал снег. Это кадры из фильма «Заказ». Он выиграл в номинации «Приз зрительских симпатий». Кинокартина повествует о судьбах двух героев. Две юноши стали киллерами. Потеряв надежду в счастливую жизнь, они рассказывают друг другу о совершенных ими злодеяниях. «Честно сказать, мне стало интересно, что тебя могло заставить пойти против системы. Ты киллер». Главный герой Али рассказывает, сюжет фильма был основан на реальных событиях. Режиссер требовал от ребят изучить образы киллеров основательно. «Эти киллеры, они выжили и сидят в тюрьме. И у них берут интервью. И он заставлял смотреть на них, как они говорят, как они двигаются, мимику. То есть он заставлял полностью погружаться. Поэтому это было интересно». Фильм «Сестричка» в кинопремии выиграл сразу в трех номинациях. Лучшая режиссура, женская роль, но и самое главное – лучший фильм. Воспоминания главной героини о военных событиях, о нелегкой судьбе солдат и близких ей людей. Режиссер планировал показать не только параллель двух времен, но и нравственный и патриотический дух тех, кто каждый час вспоминает события этих времен. Тимур Гусейнов увлекается режиссурой давно, но «Сестричка» – его первый самостоятельный фильм. Но дебютировал не только режиссер, но и актеры. Это их первая работа. И много там других актеров, которые были даже не в ролях, а в эпизодах, они все были новички и первопроходцы. Им просто объясняли и дубль за дублем наконец-то объяснили. Каждая кинокартина удостоилась не только признания быть лучшей в определенной номинации, но и призами. Так, среди актеров был выбран Марат Гетинов, сыгравший беззаботного сына в кинокартине «Время жить». Юноша не ожидал больших подарков, ведь ранее фильм участвовал только в студенческих кинофестивалях. Думал, что такие призы дают у нас в наших фестивалях. Это для меня первый раз, я не знаю, я сам в шоке до сих пор. Когда ты каждый раз играешь, играешь и получаешь опыт. А у нас в Магадагастане это нечасто встречается, снимается в фильмах. И за каждую роль надо хвататься, и поэтому лучше играть и набирать опыт. Организатор кинопремии «Долгат Долгатов» сам с детства мечтает снимать короткометражки, что и побудило его к созданию проекта. Короткометражный фильм мы в школе как-то снимали, и потом осознал, что в республике нет подобного рода конкурсов, и пришлось сделать самому. Надеюсь очень, что хотя бы на следующей кинопремии удастся самому поучаствовать уже. Кинопремия «Мой Дагестан» в республике проходит уже второй год, количество заявок на участие стало больше аж в два раза. И как обещают участники, это только начало. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Первый дагестанский триллер показали накануне в одном из кинотеатров столицы. Молодой режиссер Ислам Ханипай вместе со своей небольшой командой попробовали показать реалии сегодняшнего Дагестана. Фильм об исчезновении журналиста. Громкий газетный материал зимнего месяца становится для него последним. Главный герой Тимур пытается разгадать, о чем была его последняя статья и кто убил его друга. Как приглашенные гости оценили работу молодых кинематографистов на закрытом показе узнавала Ума Ибрагимова. Звук идет? Камера? 2-1. Погнали. Так проходили съемки фильма «Система 05». Не высыпаясь, периодически корректируя многие кадры, ребята наконец завершили работу над своим первым полнометражным фильмом. Весь съемочный и монтажный процесс длился почти полгода, но и результат не заставил себя ждать. Закрытый показ собрал немало зрителей. Мне важно было, чтобы все прошло плавно, чтобы мы доказали самим себе, что мы можем снимать кино. И можем делать такое кино, чтобы оно в первую очередь нравилось нам. Вот мы попытались сделать такое кино, чтобы оно понравилось нам и чтобы понравилось людям и показало им что-то. Проблемные темы. По словам режиссера, фильм изначально был запланирован длительность полтора часа. Но в ходе работы хронометраж увеличился практически до двух часов. Однако это, признаются ребята, не единственное изменение. И зрители, и авторы фильма отметили проблемы со звуком. Конечно, были кое-какие маленькие проблемы, которые только сейчас мы выявили. Но я считаю, что мы должны были проверить, но у нас не было времени проверять. Мы не успевали по той причине, что у нас очень большие проблемы со звуком были. Проблемы со звуком, мы не успевали сделать звук полностью. Вы уже, наверное, заметили, там некоторые моменты не были озвучены. Там дверь, там и все такое, шаги некоторых моментов. Поэтому мы как-то старались быстро-быстро-быстро это все сделать. Более-менее удовлетворительный фильм, скажем так. И поэтому не совсем то, что мы хотели. Но если не учитывать звук, сам фильм получился вполне себе неплохой. Главные герои Тимура и Ибрагима в жизни Гаджи и Магомед дебютировали в этом фильме. Ранее они играли второстепенных героев. Ребята рассказывают, что такие роли им отведены неспроста. Режиссер подошел к кастингу избирательно, подбирая актеров, схожих по характеру со своими персонажами. Того Ислама надо спросить. Он говорил, что этот сценарий я идеально вожусь под этого персонажа, своим типажом характера. Может, именно это мне упростило саму роль сыграть. Ислам только написал сценарий, говорит, давай будем сниматься. Он сразу говорит, я на тебя написал роль. Я уже готов был к этой роли. Я уже знал, что мы планировали снимать фильм. Я помимо того, что был главной ролью, еще и продюсировал этот фильм. В целом понравилось, да. Алибай Ромбеков делится, что начало фильма показалось ему немного затянутым. Хотя идея с убийством журналиста, расследованием главного героя, как в принципе, и сама тема сразу же его заинтересовала. В начале, честно скажу, было немножечко скучно. Я даже на секунду глаз закрыл. Но все началось с того момента, как динамика пошла. По-моему, в кафе было В-60, да. Вот с этого момента я уже бодрячки поймал. На самом деле сюжет шикарный. Я не знал, что такая развязка будет. Где-то что-то было с флешкой под столом. Где-то что-то я предполагал, американский стиль. Но что-то дагестанское внесли новое. Первый закрытый показ фильма успешно состоялся и получил высокую оценку зрителей. Теперь он вышел в прокат в кинотеатрах столицы. Только искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ Махачкала. И к спортивным новостям. Дагестанских атлетов, триумфаторов летних сурдолимпийских игр в Турции встретили накануне в Махачкалинском аэропорту. Напомним, что представительные соревнования проводятся среди глухонемых спортсменов раз в четыре года. Воспитанники дагестанских спортивных школ в составе сборной России завоевали пять медалей. Тему продолжит Алина Хасамбекова. Все награды были завоеваны дзюдоистами. Чемпионом игр стал Руслан Аскеров, которому не оказалось равных в весовой категории до 66 кг. Он, а также его трое земляков, Инна Танашева, Курбан Муртазалиев, Мурат Магомед Дилаев стали победителями призеров в командных соревнованиях. Вернувшихся с триумфом на родину спортсменов с почестями встречали представители Министерства по физической культуре и спорту республики, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, родственники и друзья. Наши спортсмены демонстрируют высокие показатели выступления на международной спортивной арене. И сегодня мы встречаем наших героев спорта. Давайте поприветствуем их еще раз. Скажем им большое спасибо. Они совершили настоящий подвиг, дорогие, знайте. Присутствующие сказали много теплых слов и поздравлений в адрес чемпионов. Сурдолимпийские игры проходят с 18 по 30 июля в турецком Самсуне. Шанс подняться на пьедестал есть еще у двоих дагестанских атлетов. Аскара Аскарова в вольной борьбе и Шамиля Исакова в тэквондо. Встреча победителей продолжилась концертной программой, в которой приняли участие и сами спортсмены, станцевав лезгинку. Алина Хацанбекова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были наиболее значимые события этой недели. Увидимся через 7 дней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова